Уважаемые пассажиры, в течение этой рекламы вы можете пройти на кухню за едой и напитками. Текущая высота примерно от 1 до 20 этажа. Чтобы набрать большую высоту, приобретайте дешевые билеты через Авиасейлс. Авиасейлс. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Всем доброе утро. Как всегда на канале Семена Чемоданах, с вами я, Славян. Ну что, мы быстро завтракаемся и отправляемся в путь. Мы сегодня улетаем в Турцию и сегодня в этом выпуске весь наш полет, перелет и все вопросы, которые будут с этим возникать. Мы встали на часах 10 минут 6, машину мы заказывали на пол 7, то есть у нас уже 20 минут. Но самое интересное, что тачка уже стоит прямо во дворе, представляете? Приехал гораздо раньше, я даже, кстати, проснулся от того, что услышал бип. Короче, вот вы так же как этот бип, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. У нас тут финальная суета, дети проснулись. Конечно, то, что водитель приехал чуть раньше, это заставляет нас просто в кипише все делать. Жарим наши любимые роти, но скорее всего все это дело мы будем уже забирать с собой и кушать где-то там, в аэропорту. Все, мы машину даже загрузили, осталось буквально портфеле, вот это все упаковываем и выдвигаемся. Уже время 6.40, в 6.30 надо было выехать, немножечко опаздываем. Мы в машине, нам хорошего пути, ребята готовы? Готовы? Да. Ой, Мирошка зевает, как сладкий. Все, сейчас быстренько выезжаем, здесь немножко такой не очень удобный поворот, я тоже испытывал, как хозяин помогает. Даже, прикиньте, вышли вот наши соседи, к кому вчера мы относили тортик. Вышли тоже, видимо, попросляется. Открой все окошко. Она в наше, а не в наше ходе. А, да, прикинь. Вон, парнишка даже вроде как пижамку уже одел. Пока! Пока. 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 едем пока пока океан все сейчас поворачиваем здесь под знак направо и на скоростную дорогу добро пожаловать в аэропорт колумба выгружаемся так на стенке дети разбираем багаж трансфер нам вышел не 13 13 что так и 600 мы заплатили за дорогу мы прошли первый контроль попали уже все в аэропорт здесь в общем все вот эти вот туристические всякие различные палатки у нас есть пункт который нужно решить это поменять значит доллары сейчас будем пробовать но немного мы теряем у нас получается за 32 почти тысячи рупиев нам дадут только 94 доллара я говорю дайте нам 100 долларов пожалуйста зараза лагерит нет игра пожалуйста вот ладно ну хотя бы так у нас будет нам дали прям новенькие баксов прикиньте все путь вон наш самолет 1045 здесь есть весы за что я переживаю родик отходи скорее родик родик надо взвесить отлично проходим 26 килограмм мы заклеили чемодан скотчем в самых таких распирающих местах надеюсь это поможет ему не развалиться еще в аэропорту встретили человечка до одного тема кого встретили были вместе играли в ресторане мы зарегистрировались на рейс это делали это еще дома короче нам выдали посадочный талон причем еще посадочный талон и нам выдали из дубая в стамбул багаж сдали он нам рассказал что коляску тоже заберут в багаж и в дубае и выдавать не будут ну и как бы и ладно здесь кстати очередь у нас была конкретная мы наверное простояли минут 40 точно вообще я не понимаю прикол это регистрация онлайн конечно нафиг она нужна если все равно приезжаешь в аэропорт и все равно стоишь наверное это для тех кто летит без багажа хотя не знаю как это происходит общить в комментах у нас он видите целый пакет этот вот это с едой поэтому сейчас мы все пройдем все паспортные контроли и перед посадкой уже будем кушать да парни вот так поднимаемся на лифте мы прошли паспортные контроли это очень хорошо с визами все нормально подливали мы онлайн все прошло все на руку они даже не смотрели нас дети просто убежали вот сюда вот дюти при нас все он как бы пошла за ними я стоял один короче проходил и всем короче вообще все равно ладно вон на входе сразу burger king есть но на такую роскошь у нас денег нету вот поэтому мы чисто с пакетиком пойдем сюда сейчас где-нибудь приземлимся и будем кушать у нас прям такая ведь команда мирошка выделил коляску пацаны и и катят помогают да парни говорить какая фишка здесь вот можно сходить если сильно устал вот тебе сделают массаж ног вот так вот вы купили чаек здесь вот сейчас быстро перекусим чай и 4 воды вам обошлось 6 долларов и пойдем уже на посадку здесь вот проходишь снова и не ждешь ну собственно все мы это сделали прошли абсолютно все и уже вот начинается посадка самолет все видите как вы четко прям зашли сразу идем на посадку вот наш самолет единственный очканул когда у меня второй раз начали сканировать портфель потому что там дрон аппаратура и как бы я читал что даже в арабские эмираты это запрещено но как будет дубай не знаю ну что же все зашли идем вот по вот этому коридору здесь вот написано что по ходу оставлять коляски не носим здесь наверно забирают коляски оставлять вон там будем да 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 сон пошли вот это да все сейчас как говорится полетим залетаем холлоу манинь 25 25 так все идем искать так понятно здесь бизнес-класс до этого мы пока не доросли здесь по крайней мере бизнес-класс на то что в некоторых авиакомпаниях огромный плюс это или компании что здесь есть телевизор пошли парни вот видите чикс так что отлично можно провести будет время это очень-очень хорошо мы псы ты довольны все сейчас полетим но достаточно неплохо смотреть и эти китс так из того русский язык все есть супер вот можно чем 6 эпизодов но почему-то все закрыто показать короче понятно 20 дирхамов до свидания это не бум бум это мы все разместились самое печальное то что у меня несколько дней болела ухо и сегодня ночью она болела сильнее всего и слова мне вчера купил капли для ушей типа атифаксов но в итоге короче они оказались для собак и я не стала их копать и вот надеюсь чтобы полет прошел у меня нормально пожелайте мне удачи чтобы мои уши это выдержит не знаю почему так видимо на шри-ланке общая аптека и для людей и для животных и лекарства там по ходу дела тоже общее если с нашими болячками что-то понятно какие лекарства покупать с лекарствами для животных вообще темный лес и я знаю что у нас очень много зрителей у которых есть домашние животные и все хорошо когда все хорошо но когда питомец заболевает здесь важно первое найти качественную клинику а второе найти качественные недорогие лекарства для своего питомца я не понаслышке знаю как порой трудно и дорого достать нужный препарат а еще порой немаловажно купить очень быстро ведь счет иногда идет на минуты и здесь на помощь придут наши любимые друзья из смоленска самбат и ксюша когда мы приезжали к ним в гости в смоленск мы заезжали в одну из их и ветоптек зоофарм в гости и самбат показывал свои владения с тех пор многое изменилось ребята развиваются шагают дальше и сейчас у них набирают обороты интернет магазин с доставкой по всей россии про огромный ассортимент магазина даже и говорить не буду скажу лишь одно 99 процентов ассортимента у ребят в наличии и они сразу после заказа готовы вам отправить препарат а еще сейчас очень опасная пора для животных особенно поймут те у кого есть собачка ведь это весна это клещи и блохи так вот самбат с ксюшей позаботились и затарили свой склад таблетками для собак от блох и клещей бровекта это надежная защита от блох и клещей на 12 недель но по моему промокоду славян просто напишите его в комментариях заказу вы получите бесплатную доставку по всей россии при покупке любых препаратов всего лишь от 1000 рублей вместо четырех и помните что у ребят вет аптеки зоофарм есть дефицитный товар по самым выгодным ценам ссылку на их сайт я оставил в описании а также для тех кто живет в смоленске таких на зрителей у нас на самом деле немало я оставил адреса их вет аптек зоофарм обычно проводим рум-тур по квартирам а здесь вот самолет даже стоит этого телеке я вам показал потом смотрите честь дальше в ногах ниши карманщик до всякие инструкции стандартно здесь достаточно кстати просторно есть стол смотреть вот так вот раскладывается который который как-то раскладывается а вот вот видите беус и разложился здесь собственно вот для карты и чтобы оплачивать просто карты проводишь и покупаешь вот все что тебе нужно соответственно кнопка подлокотники чтобы регулировать наклон спинки неплохо это лучший самолет на котором мы летали нас опыта мало в полетах вот за нашу практику это камни штук прям топ здесь доступный ролик продуваем дубай за один день вот и смотрю что здесь можно посетить здорово так теперь дать по меню покажу есть бомж пакеты водичка два доллара так есть даже джек дэнилс корона прикольный вино можно купить очень прикольно выглядят стюарты смотрите какой они упреки вообще даже необычный я бы сказал а еще кстати большой плюс если такая подушка подголовник видите который можно регулировать очень удобно отдохнуть хочу отметить что насколько классно они продумали вот эту инструкцию когда стюардессы либо стюард стоят вот это все показывает влево вправо где выхода и смотрите как они сделали они все это дело вывели на мониторы и мониторы не просто показывает стюарта это все мультяшные естественно все дети в салоне прям сразу это дело заценили и как круто и стюард не стоят ведь они просто хочет проверяют а у всех мониторов инструктаж начали двигаться как говорится хорошего нам полета и мягкой посадки время полета у нас 4 часа 29 минут стюард еще прикиньте что-то распылил видимо антисептик идет видите там распыляет и такой прям запах антисептический стоит прикольная безопасность еще в мониторе есть такие функции видите смотрите чикс это показывает курс локация скорость температура расстояние сколько вот нам до дубая получается 3288 километров время полета высота мы сейчас на высоте 10 метров потом здесь еще можно вот так выбрать не беспокоить не будить разбудить когда принесут еду прикиньте как прикольно но яркость и сенсор работает как на айфоне вообще красавчики они конечно взлетели теперь можно отрубаться значит разносят еду и единственное что мы не знаем будут ли нас кормить вот так вот спят все если здесь еще и покормят это будет вообще шикардос всех кормят а нас нет не знаю чего он объясняет но походу у нас нет питания чувак через ряд увидел что нам не дали еду и в итоге с темки поделился дал ему половинку своего набора прикол просто расстроился ребенок всем далее ему нет блин вопрос почему так вообще странно очень причем когда я оформлял билеты там была еда и мы выбрали а потом когда звонили чтобы оплатить российской картой она рассказала что у вас нет я так сколько смотрел выдают не выдают мы еще думали да тут не дадут в итоге единственным не дали странно очень представляете над нами сжалились и принесли нам еду вот так вот он объясняет что билеты у нас без еды но еда досталась и это хорошо нам осталось совсем лететь немного 1 час 35 минут 11 тысяч держим по-прежнему почти 1000 километров нам осталось нам принесли напитки кофе у детей чаёчек настенки тоже чай парни нам осталось лететь 40 минут бортовое объявление звучит что мы снижаемся нужно пристегиваться но высота еще по-прежнему такая же расстояние до дубая осталось 272 километра чупа-чупсы раздали это значит мы начинаем снижаться добро пожаловать в арабские эмираты мирошка со мной приземлялся дай дай мирошка эмоции выходим сразу сходу смотрите бурж халифы и далее вот и все все посмотрели можно улетать передвигаемся здесь на автобусе вот с таким прекрасным прекрасным видом да все небоскребы отсюда полностью видны класс ну вот ведь можно считать что мы были в дубае и видели бурж халиф правильно в город мы не выходим сразу идем на пересадку здесь все помогают прям объясняют там кто-то коннектится кто-то идет на выход кто-то на паспорт и контроль единственное что нам сейчас нужно будет пройти вот эти снова турникеты очень переживаем за дронейшн прошли мы этот контроль и очень странно мы короче получаем вот эти вот все вещи до с ленты останавливает один чувак такой отводит меня получается горит ставь багаж покажи посадочный свой и какой-то берет короче кусок бумаги и начинает меня всего так как промазывать знаете так по голове по рукам по футболке по ногам потом взял посадочный мой куда-то ушел потом опять куда-то ушел вернулся гореть типа все он говорит иди чё это было не понял кто в курсе напишите пожалуйста в комментах сейчас нужно будет остановиться и почитать что это что такое мы в аэропорту вот в этой зоне ожидания мы проведем 7 часов 7 часов это конечно максимально много давай найдем на ссылку куда нам поставить багаж сходить в туалет вот duty free кстати здесь безумно крутая опция вот такие тележки разбросаны по всему аэропорту да собственно подошел взял все поставил и пошел гулять у меня такое ощущение что меня пометили из-за того то что у меня в сумке дрон скорее всего из-за этого но мне так кажется предполагаю хотя могу ошибаться мы нашли табло ожидания где написаны все рейсы пол третьего сейчас нашего рейса еще пока там нету там 19 копейками только последний а у нас 21 с чем-то он такая лялька стоит какая ляля а пока ждем будем работать достал компьютер уже до пересадка м7 часов от ничего страшно но то что нечем заниматься это конечно печальная история прикиньте засунули нашу карту здесь в арабский банкомат и сняли сняли 200 дирхам прикиньте ну-ка дачек комиссия составила 26 дирхам то есть это а еще что-то 075 дирхам вот было короче он видите здесь какие комиссии нарисовала 27 это где-то вот что мы зашли в кефисику короче здесь сняли 200 дирхам и заказали 4 набора и все это вышло на 200 дирхам она горит такой нифига себе но по итоге нам дает сдачу 5 дирхам смотрите какие прикольные деньги деньги как будто бы не бумажные как будто пластик короче оставим себе на память этому нету я еще беру такое и думаю а почему здесь вообще ноль дирхам а потом переворачивать смотрю ага это 5 но смотрите какие огромные наборы нам принесли но здесь лучше ничего не было мы хотели купить суп но ничего нету только вот только фастфуд и еще азиатская какая-то история но надоело нет но пока кушали на табло появился наш рейс самый почти последний предпоследний fz755 из стамбул 2100 а сейчас только 17 то есть еще 4 часа нам тут тусить номер ошка конкретного стал почти уснул засыпает мироша ну что ты еще все спать будешь мирошка что сказать это самый дорогой нашей жизни на шоссе номер ошка беллся и все и спит пацаны играют я только пришел работал как проводим время купил настенки часть молоком и две вот такие бутылки воды вышло это все на 11 баксов прикиньте 80 рублей у просто дал долларами а мне далее с дирхамами сдачу вот смотрите вот такая вот десятка вот такое же качество копейки пятерки а вот это вот вот это вот прям бумажные такие короче вот у нас цвета мы видим и останутся заберем собой и возможно на стриме разыграем возможно это не точно на своих прямых эфирах мы разыгрываем не только какие-то интересные подарки с мест димы были но и наши авторские гайды у нас их уже не один и даже не два целых вот столько представляете и сейчас учитывая что сезон эти гайды очень актуальны и мы решили с насеки что мы запустим акцию если вы планируете отправиться в путешествие по нашему югу в такое большое путешествие от анапы до сочи мы решили сделать такую акцию 3 по цене 2 то есть вы приобретаете гайд анапа геленджи и сочи по цене двух гайдов мне кажется очень классно но не забывайте про то что у нас есть гайд по крыму также у нас есть гайд по абхазии а еще у нас есть новый гайд по дагестану и вот гайд по дагестану является самым лучшим гайдом который у нас вообще есть если ни разу не были в дагестане обязательно скатайтесь сделать это с нашим гайдом ведь так ваше путешествие будет максимально комфортно вам даже думать ни о чем не надо будет только просто пользоваться нашим гайдом ссылка на наши гайды есть в описании к этому видеоролику переходите приобретайте гайды которые нравятся и вперед путешествовать у нас уже стемнело представляете вот есть посмотреть туда вот вдаль улицы то темнота время 7 вечера по местному в 9 вылет у нас еще два часа нам от промучатся конечно пересадка ядреная это спасибо современному миру что есть гаджеты и мальчишки могут оторваться как следует чтобы потом сесть плотно за учебу цена дубае на ipad целите на iphone и мне кажется неплохо ipad прошка макбук про 13 а почему такие цены дешевые не пойму получается прошка макс стоит 1200 долларов обалдеть в общем вы поняли куда нужно ехать за и половская техника цена прям огонь мы решили сменить место где мы просидели все это время в углу сидели короче где никого нет а сейчас пойдем в наш до тюни рожек и русском он проснулся что-то машинку тебя до молодец пойдем в наш уже путь потому что через час уже выглядит так у нас началось продвижение смотрите да вот выстрелить уже люди очередь собираются на посадку сейчас должны вот-вот объявить и будем садиться самолет мы снова на улице спустя 7 часов грузился опять вас и отправляемся уже прям вас по-английски артема кто бы садится тут края вроде вот тут садить даже не представляете насколько мы устали вообще но пересадка конечно все равно лучше нежели например девять часов сидеть в самолете потому что почти пять часов летишь ты уже там с ума сходишь небольшая пересадка наверно знаете какая должна быть типа час-два не больше потом это конечно трындец денег оставляешь в аэропорту просто тьма да уж но все сейчас надеюсь прилетим надеюсь нас пустят в стамбуле очень надеюсь кстати там пока ждали я нашел жильем договорился с жильем в стамбуле договорился с трансфером но мы решили не заказывать трансфер так как мы не понимаем сколько у нас там промурыжит и будет или нас там мучить а может быть сразу отпустим и по факту уже короче там приедем я примерно понимаю цен на трансфер какие сейчас цены понимают цен на такси вот и уже по прием но по прилету будем решать все грузимся мы взлетаем вот уже прямо отрываемся от земли и полетели все надеюсь у получится поспать и увидимся в турции добро пожаловать в стамбул долетели коляску сразу дали возле трапа точнее возле коридора идем на паспортный контроль капец как переживаем где мы благодаря тому то что глубокая ночь у нас получилось мирошку просто сразу с рук переложить не огромный плюс что мы ехали не на автобусе до до аэропорта а именно сразу самолет подцеплялся коридору потому что на улице холодно градусов 12 наверное как здесь все четко сделано смотрите даже самокаты можно сразу взять в аренду чтобы кататься по аэропорту огромная стойка зарядки везде вот такие вот ленты для ускорения кто ни разу не был аэропорту стамбула и когда не прилетите блин вообще кайфанете такое-то гигантский наикрутейший аэропорт просто и представляете вот в таком вот режиме как вы сейчас видите два часа паспорта и бумага сейчас мы получим багаж надеюсь получится получить я вам расскажу через чё нам довелось пройти все мы вообще мы выжатые лимоны а насенка еще с ухом не ну у меня тоже есть уши и у детей сушь второй полет просто думал что глухая будет останется глухой и сейчас еще осталось вообще безумно болело ухо и это вообще конечно вовремя короче ладно сейчас мы вот доделаем дело здесь в аэропорту я вам расскажу но наши хитерюги которые начитались всякого дерьмеца в интернете ждите ждите не переключайтесь геморрой заключается в том то что уже два часа как наш рейс прилетел и все уже давно получили багаж а так как нас задержали там то я хожу ищу его жесть да 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 нас можно поздравить я нашел чемодан но капец как расстроен потому что чемодан расхерачили смотрите вот раз это хорошо что я его скотчем заделал ну понятно дело скотч это всему хана посмотреть как его весь разбили вон все чемодану кирдык короче все колесики он все разорвано колесо просто даже теперь не представляю как катить вон амухана просто какая-то дичь по-другому не скажешь все мы остались без чемодана и походу встряли на новый чемодан на многие писали что типа вот по-любому даже то что он отказали в нж вы будете платить штраф мы его по улету не заплатили мы показали эту бумагу что у нас официальный отказ все он там шлепнул печати уже миллион раз показывал на билеты и по сути все и мы полетели дальше нам писали что все равно нужно по-любому вас короче теперь есть запрет хотя нам запрет официально не давали то что по прилету вы будете платить штраф в итоге вот мы прилетели штрафа никакого нету ничего мы не говорили мы просто дали паспорта она у нас спросила если у нас и комет мы сказали нет и комета она что там по оформляла отправила в полиции полицию полицейский заполнил дал какие-то бумажки нам потом отправил соседнюю будку и сказал это миграционка иммиграционка нам уже дала бумагу что мы должны в течение десяти дней податься на внж вот так что мы все проверяем и сами изучаем а то что пишет в интернете это пишет в интернете и сразу снимаем денежку чтобы нам доехать до жилья ну что готова теперь будет чем оплатить либо такси либо трансфер еще не будем думать настенка не выдержала пошла покупать себе капли в ухо болит сильно это короче геморрой мы поймали но благо что он прям благо что мы не заплатили штраф как нам вещали наши все знающие зрители некоторые и нет никакого запрета и вообще пустили так короче все мы усаживаемся опа ложку разбудили мирошку все двери закрываются это традиционный мерседес это где-то примерно 700 лир будет стоять четыре утра движуха в стамбуле нас высадили здесь зона пешеходная кафешки город живет нам нужно до квартиры дойти пешком правда не знаю как это сделать этим разваленным чемоданом грёбаным короче на самом деле все ребята я буду завершать этот выпуск уже в следующем выпуске покажу куда мы заехали погуляем здесь обязательно по районам тащу этот чемодан просто жесть какая-то вот так вот все я больше не могу все ребятки ставьте лайки пишите комментарии и до следующего выпуска пока